Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева, Черкесия. События понедельника в репортажах наших корреспондентов. Сегодня глава республики Рашид Темрезов и руководитель блока регионального бизнеса Промсвязьбанка Сергей Платонов провели рабочую встречу. Стороны рассмотрели возможности финансирования государственных и муниципальных организаций региона. Варианты участия ПСБ в реализации госпрограммы по строительству социального жилья в республике, в том числе предоставление банковских гарантий и проектного финансирования региональным застройщикам. Еще одной важной темой встречи стала поддержка малого бизнеса. ПСБ совместно с региональными фондами развития предпринимательства готов запустить специальные программы финансовой поддержки стартапов. И вести из Оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 20 534 человек. Из них 20 188 выздоровели, 103 человека госпитализированы. Святое дело Родине служить. Название праздничной программы было посвящено Дню призывника. Мероприятие состоялось в Центре культуры и досуга населения города Уйджигуты. О значимости службы в российской армии, настроении виновников торжества и их родителей расскажет Альбина Ламкова. В зале присутствовали 13 призывников, а также старшеклассники Узжигутинского района, представители власти и военного комиссариата. Каждый со сцены обращался к юношам с напутствием, стать достойными солдатами и с честью справиться с задачей в рядах российской армии. Гордиться тем, что сын подрос и слава Всевышнему, что школу мужества он пройдет, проходя службу в рядах российской армии. Программа ко Дню призывника была насыщенной. Благодаря патриотическим музыкальным композициям в зале царила атмосфера любви к родине, к родным и друзьям. Мы все время у тех, красных линии же, за которыми Родина. Ребята в армию едут с большим удовольствием. Кирилл Подпружников будет служить в Московской области. Он очень рад проведенному яркому празднику в честь призывников. Кирилл уверен, что служба в армии – это гражданский долг каждого мужчины перед Родиной. Это первый шаг становления мужчиной. И в любом случае армия закирает характер, готовит к самостоятельности, отвечает за свои поступки. И я очень рад, что я представлен ей. Я не опозорю свое имя. Людмила Барлакова провожает сына Амерлана. В ней пылают два чувства. И радость, и грусть. Им предстоит расстаться на целый год. Но об этом она старается не думать, так как считает, что служба в вооруженных силах – важный этап в биографии мужчин. Вот и настал тот день, когда мой сын подрослел, закончил учебу и должен долг отдать своей Родине. Я очень надеюсь, что он достойно. Суновский долг он выполнил. И он выполнит свой долг перед своим отечеством, перед своей Родиной. Не надо забывать, солдата, лучшая награда. Стала доброй традицией дарить кесеты призывникам, наполненные землей Родины, у Джигутинского района. Для этого будущих солдат с заключением мероприятия пригласили на сцену и вручили им символ связи с отчим домом. Также от администрации района подарили памятные подарки. Армия – это серьезное испытание на пути ко взрослой жизни. Время службы в ней пролетит мгновенно. И еще совсем юные ребята за этот период станут намного сильнее, мужественнее и крепче. И вернутся к своим родным, друзьям, настоящими патриотами. Альбина Ламкова, Ислам Урумов. Вести. Карачаево, Черкесия. Усть-Джигутинский район. А у мемориала «Огонь. Вечная слава» состоялось торжественное закрытие учебных сборов по подготовке к службе в армии учащейся десяток классов школы Черкеска. Юноши успешно завершили военно-пылевые сборы, а показавших лучший результат по различным программам наградили грамотами. Такие мероприятия также способствуют сохранению и приумножению таких качеств, как стойкость, мужество, патриотизм, ответственность, которые непременно будут помогать в армии. Присутствующие гости поблагодарили школьников за активное участие, за повышение уровня военной подготовки и выразили надежду, что ребята в будущем будут достойны нести службу в рядах Вооруженных сил России. Здоровья к новому учебному году. Ну и особенно крепко задуматься во время этого отдыха, чтобы выбрать, кем вы хотите стать. Кто-то может задуматься и станет надпрофессиональным военным. Еще раз он хороший в отдыхе. Защита Родины и служения в армии служит священный долг каждого юноши и каждого мужчины нашей страны. Я хотел бы вам пожелать стойкости, мужества и силой наилучшего. А также каждый участник этих сборов получит сертификат на посещение спортивного куба «Калибрии». Где тактический пейнтбол. Еще раз, ребята, хотелось бы вам пожелать всего наилучшего. Ну а сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии кратковременные дождь и гроза ночью в отдельных районах сильный, с градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ветер западный 5-10. Температура ночью 5-10 в горах. Минус 1, плюс 4. Днем 18-23. И в горах местами до плюс 15. В черкеске ночью кратковременный дождь. Днем бессущественных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днем 21-23 градусов тепла. Лето будет чудесным. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это Большие Вести. В прямом эфире мы продолжаем. В Карачаевске на базе спорткомплекса «Алим» прошел открытый турнир Федерации комбат самообороны ММА Карачаева-Черкесии. Состязания, уже ставшие традиционными, каждый год посвящаются Дню возрождения карачаевского народа. В этом году Оргкомитетом было решено перенести соревнования на конец мая. Из-за того, что праздник пришелся на священный пост у Роза, Ахмад Халкевич и продолжит. Открытый турнир собрал более 180 лучших бойцов различных клубов в Карачаево-Черкесии, Кабарина-Балкарии и Ставрополе. Звание лучших спортсмена оспаривает в шести возрастных группах. В каждой возрастной категории имеются свои весовые категории. В категориях 6-7 лет и 8-9 лет проводятся тактические, технические семинары. В категориях 10-11 и выше непосредственно уже проходят поединки. На двух коврах одновременно идут схватки по сейв-комбату и микс-рестлинг по грепплингу. Сейв-комбат – это всестилевой вид единоборств. Здесь допускается применение разных техник. Это все удары руками, ногами, броски и борьба в портере. Ну а в дисциплине грепплинга – микс-рестлинг – можно использовать все борцовские техники с элементами болевых и удушающих приемов. Практически все участники выступают в обоих дисциплинах. Ислам Шедаков, выступавший в весовой категории 46 килограммов, в общей сложности провел 4 схватки на обоих коврах. Благодаря упорству и своей физической подготовке юноша стал победителем в своей весовой категории по микс-рестлингу и по сейв-комбат ММА. Пришлось выражаться на 100%. Ну в грепплинге я вначале чуть-чуть замешкался и пару моментов пропустил, но вроде я потом их наверстал, я так думаю. Все соперники подготовлены очень хорошо, все вызывают уважение, показывают хорошую технику. Также имеют очень хорошие физические показатели, и такие как выносливость и грубая сила. Провел одну схватку, но так получилось, что соперник не вышел, вот сейчас жду другого соперника, чтобы провести повторную схватку. Для Темирлана Узденова, бойца клуба «Карачай ММА», который выступал в категории 60 килограммов, как он поведал сам, эти состязания первые такого масштаба. Он признался, что хоть подготовка и была серьезная, победа далась отнюдь нелегко. Мои соперники представляли местный клуб «Альфа» и «Пеливан». Уровень подготовки был хороший. Хочу сказать спасибо своим соперникам. Надея вам друг друга лучше, сильнее. Все участники продемонстрировали высокие морально-волевые качества. В обоих дисциплинах выступление спортсменов оценивается по бальной системе. За схватками на обоих коврах, помимо главного судей соревнований, следят боковые судьи, рефери и судья-хронометрист. После подведения итогов призовые места распределились следующим образом. На первом месте бойцовский клуб из Карачаевска «Альфа», на втором – Карачай ММА из Черкеска. А замыкает тройку лидеров «Пеливан» и «Заула Сартюз» Уждюгутинского района. Ахмат Халкечев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Творчество композитора, народного артиста «Кабардино-Балкарии» Мурата Кабардокова широко известны за пределами Кавказа. Он автор музыки к фильмам Сокурова, Балагова, Алексея Учителя. Музыкант работает в разных жанрах. В Черкесске впервые прошел его концерт с участием клевер-квартета из Санкт-Петербурга. И специального гостя вечера – победителя телевизионного конкурса «Голос-8» Аскера Бербекова. На празднике кроссоверной музыки побывала Шерифат Лепшокова. Впервые в зале филармонии Черкеска звучала кроссоверная музыка, смесь академического и современного стилей. Композитор Мурат Кабардоков работает в разных направлениях. У зрителей была возможность оценить и насладиться работой мастера. В исполнении автора и клевер-квартета звучала как оригинальная музыка, так и народная мелодия в его обработке. Это были русский народный, адыгский и карачево-балкарский мотивы. Композитор признается, уделяя много внимания академической музыке и не стараясь подражать фольклору, он все же является носителем кавказской культуры. Это мое естество, во-вторых, я композиторю пишу свою оригинальную музыку и в разных направлениях. И в данной ситуации с квартетом мы как-то... Ну, давно уже работаем в этом направлении, это направление корсовера, о котором я говорю. Но мы пишем и сугубо академическую музыку, мы играем в киномузыку. Полтора часа погружения в музыку стало подарком для меломанов и для тех, кто впервые соприкоснулся с высоким искусством. Последние наверняка полюбили серьезную музыку уже навсегда. По-особенному зазвучали для собравшихся и родные мотивы в исполнении Аскера Бербекова. Победитель телевизионного конкурса «Голос-8» спел адыгские народные песни в обработке Мурата Кабардокова. Казалось, проникновенный чистый голос артиста проник в душу каждого в зале. Артист перед концертом рассказал, что он готовился к встрече. Для него, как и для Мурата Кабардокова, это также первый концерт нашей республики. Для себя Аскер давно определил репертуар, наряду с собственными песнями этой фольклорной композиции, близкий ему генетически. Музыка народная, скажем так, она, хотим мы или этого нет, она как будто уже вплетена, скажем так, в гены, потому что эти песни слышали не одно поколение, скажем так. Музыка Мурата Кабардокова, как волны, настигала зрителей и накрывала их своей силой. Артистам удалось передать и силу фольклора. Понятная и любимая многими поколениями народная музыка, переданная в современные обработки, по-прежнему не теряет своего очарования. Мурата я знаю еще с института. Мы учились примерно в одно время в Северокавказском институте искусств. И, честно говоря, глядя на него сегодня, я горжусь своей альбоматор, потому что, безусловно, это талантливые ребята. Но тогда, во время учебы, я не знала, что он пишет, не слышала, что он композитор молодой, но самих произведений не слышала. И когда несколько лет назад я впервые услышала его альбом «Песни без слов», я до сих пор не вижу под впечатлением от этого альбома, я заслушала его до дыр. Я очень рада, я благодарна и организаторам, и ребятам за то, что они на собрались и приехали, подарили нам чудесный вечер. Очень впечатлилось концертам. Они передают такие разные настроения, что невозможно думать о чем-то другом, кроме об игре смычков. Мне понравилось, как играли на скрипке, на фортепиано, в общем, как исполняли. Шерифат Лепшокова, Мухаммед Ашебоков, Ислам Урумов. Вместе Карачаева, Черкесия. Хантамансийский завершился Международный экологический фестиваль фильмов и программ «Спасти и сохранить». Среди 350 работ из 40 стран мира, международное жюри отобрало всего три десятка лучших материалов, раскрывающих проблемы экологии родного края. Сюжет корреспондента «Вестей» Фатимы Даурова и оператора «Алия Бастанова» про загрязненность территории, одной из достопримечательностей Карачаева-Черкесии, Красногорского нарзана, вошел в число победителей, став лауреатом 25-го Международного телевизионного экологического фестиваля «Спасти и сохранить». Планы корреспондентов ГТРК «Карачаева-Черкесия» в следующем году – поймать птицу счастья, символ фестиваля Гагару, и пройти оставшийся шаг до победы. Таким был понедельник «Карачаева-Черкесия». Прямо сейчас продолжение сериала «По разным берегам». Приятного просмотра и ждите вести. Субтитры подогнал «Симон»!